всем привет приветствуем вас на нашем канале сегодня у нас очередная распаковка не потерянных посылок посылок с неизвестным товаром или с испорченными упаковками или с возвратом покупаю я посылки в основном на ebay в этот раз я заплатила 40 евро за посылку она правда какая-то маленькая совсем но неподъемная очень тяжелая посылочка и распаковываем сегодня мы по очереди девочки занимаются английским наверху по одному кто-то уже занимался софия уже занималась сейчас занимается мария следующая пойдет на или поэтому будем меняться и приступаем к распаковочке я хотела еще сказать мне несколько человек написали что спросили почему мы снижаем цену я кому-то одному ответила но еще кто-то спрашивал дело в том что в магазинах тоже за такие товары цены снижены их уценяют даже если товар где-то примятый если нет какой-то упаковки чего-то нету его ставят в уценку поэтому конечно мы тоже уценяем эти товары крепко кусочек договорились кто первый давай софия сон 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 сразу несколько это разделочные досточки или даже это доска чтобы резать да он очень красивая матовая но она из кун что из пластика пластиковая не деревянная но качество неплохое здесь хочу есть но снова но без всяких опознавательных знаков нет ни фирмы нигде ничего открывайте девчонки очень много досточек в черном цвете но они все не похожи на наши досточки вот на ту повара но она какая-то гибкая уже зашла посмотрела не знаю примерно давайте посмотрим в amazon вот доска она тоже не нашего размера вот 29 но на 20 не 29 на 29 29 на 20 1295 13 евро будем ориентироваться по этой досточки тоже силиконовые ножки немного похоже вроде ну что я думаю можем спокойно тоже дать по 10 евро 13 досточка стоило так как у нас все-таки это возвратные или у поврежденные упаковки даем по 10 евро согласны еще вместе 20 евро и досточка мы классно рады да это супер надо еще раз проверить сейчас найдем что-то порезать проверим кто да или я не знаю кто-то хочет померять нашла я точно такой же топ именно топ сначала я подумал что это костюмчик весь но нет xl размер 2579 и даже он уценен стоил он 42 99 40 процентов скидка еще и доставка было бы если вы выписывали потому что бесплатная доставка от 54 евро ну и все таки это топик для взрослых спортивная форма ну что сонечка померяла ну мне кажется оно не должно так сидеть конечно нужно сидеть по другому и тем более мы посмотрели да это на взрослых размер xl вообще но тем не менее почему нет да как спортивная кофточка она даже и в плечах нормально но она должна быть видать натянута как стретч но не знаю как сюда зайдет женщина размера xl вряд ли я думаю ну разберемся ну кофточка хорошее качество неплохое и двадцать пять семьдесят девять да кофточке мы дадим все таки 25 евро она еще и уцененная потому как она у нас с этикеточкой полностью порядке с упаковочкой здесь мы даем 25 да кто следующий соня горшочек какой-то это для меда горшочек горшочек для меда открывайте девочки можно вам помочь нет 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 мы уже с вами дадим вау осторожно пожалуйста не разбить ложка красивая о классная правда деревянная ручка вот такая вот Le Cruze такая ложечка классная мне тоже нравится вот сам нелюсь не разбей подожди не не так Сонь вот сам горшочек круто Очень симпатичный. И ложечка ставится, Соня, вот так вот, наоборот. Да. Вот. Да, очень. Классненький горшочек. Сейчас посмотрим цену. Да. Такие горшочки есть на нескольких сайтах. Но. Дальше уже другие вот идут горшочки. На Амазон они распроданы. Здесь где 39 евро он стоит. Тоже его больше нет в наличии. Есть только здесь. Вот он. Горшочек для меда. 23,50. Так, ребята. Замечательный горшочек. Глечик для меда. Нам очень понравился. 23,50. Так и записываем. Упаковка идеальная, целая. Было все проложено бумагой. Все замечательно. Да. 23,50. Так. И мы уже, конечно, набрали меда. Мед с Украины. От нашего любимого, от моего любимого дяди. От Игоря. Вернее, дядя, это муж тетя. Но, тем не менее, любимый. И как раз в этот горшочек именно этот мед. Мария пришла. Мария пришла. Заходи. Мария у нас просто не любитель меда. Да. Но, кто-то хочет? Вау. А там какой мед? От Игоря? От Игоря мед, да. Ну, ребята, вот такая красота. Горшочку мы не просто рады, а очень рады. Можно я тоже попробую? Просто такой красивый горшочек мне нужно попробовать. Давай, Марусь. Я еще один раз потяну, а потом пойду. Да? Неля должна заниматься. Потому что я хочу сейчас потянуть. Ну, давайте, пусть Неля один раз потянет. Хорошо, Марусь? Да, конечно. Пока ты пробуешь мед. Это можно взять я. Ты, кстати, очки не одела, Мария. Ой, забыла. Ну, хорошо. Давай, потом в паузе будем цену на что-то смотреть. Оденешь. Ага. Неля. Очень вкусно. Не подсматриваем. Поехали. Кошка, столько много прикольного. Сон, ты записала? Так, Неля у нас любит порыться, на ощупь все потрогать. Ой. Как меня все затянет? Коврик? Коврик. Коврик. Коврик или коврик? Коврик. В багажник. В багажник? Да, это в багажник. Так, вот такой коврик. Защита от скольжения называется. Нарисован багажник. Но написано, что он для любых ковров подходит. Вот можно и на ламинат класть, чтобы не скользили коврики. Но мне недавно девочка написала, нужно посмотреть, как это будет в работе. Мне написала девочка Светлана, написала, что эти коврики прилипают. И я проверила, я уже в один ящик положила, я покупала. Да, он таки прилипает. И потом очень тяжело его убрать оттуда. Нужно шкрябать. Ну, посмотрим. Может на пол не так болезненно будет. Проверим. Все равно давайте сейчас посмотрим цену, распакуем. Да, а я пойду. Хорошо. Всем пока-пока. Давай, Нелюсь. Я бы хочу, чтобы сильно подходит. Размер 100 на 150. Вау. Ну, даже не знаю. Возможно и будет липнуть. Но он, наверное, потому и липнет, что он от скольжения. И он очень-очень маленький для нашего багажника. Нет. Он же еще распакал. Вот распакал. Нет, он все равно маленький. Ну да. Только на часть багажника будет. Ага, на половину. На половину. Да, у нас большой багажник. Ну окей, давайте все равно посмотрим цену. Потом посмотрим, что скажет папа по поводу коврика. Да, девчонки? Очень много разных противоскользящих ковриков. Разные размеры. Ну, вот на Amazon есть наш размер. Но немножко другой рисунок и цвет другой. Цена 8 евро. Бесплатная доставка. Ну, я думаю, этот больше всего подходит. Вы обратили внимание, на Amazon тоже был такой значок у этого коврика. У того другого синенького. Это текстилья Фертрауэн фирма. Она проверяет различные товары, материалы на наличие вредных веществ. Вот здесь тоже написано, что проверено на загрязнители, на вредные вещества. Ну, я думаю, что коврики очень похожи, поэтому даем 8 евро. Согласны? Да. Тем более он тоже был в упаковочке. И это, записывайте. И да. Я тут нашла в кофточке такие дырки, куда можно положить. Соня нашла отверстие в кофточке для пальчиков. Это очень круто. Это круто. Хорошо. Ну, сейчас Мария, да? Интересно. Или нет? Хорошо. Ну, давай, Марусь. Так, да, это сумочка, я тоже вижу. Вау! О, она крутая. О, такая сумочка, как спортивная, наверное, да? Или нет? Нет, мамочка, там можно мамочка. Как Райза, как у нас? Как поездная? Сумка, да. Сумка для поездок. Окей, давайте смотреть. Так, здесь материал куда вроде льна. Ты чего, он чуть-чуть грязненький, мне кажется. Или это просто освещение? Нет, мне кажется, это наколено что-то чуть-чуть. Может, немножко. Так, внутри ничего нет. Просто вот такая сумочка. Можно все внутрь складывать. Покажи, как внутри. Ничего нет, Мария. Хорошо. Вот так. Сумочка. Мне кажется, она не понравится. Ну, я думаю, она удобная, что-то сложить. Можно, если так недалеко ехать, можно немножко вещей каких-то сложить сюда. Мне не понравится. Да, кстати, можно на концерты брать. Такое там расчесочки, заколочки, резиночки. Да. Салфеточки. Чистки для очков. Чистки для очков. И смотрим цену. Да. Официальный сайт Ганнибаль. Сумочки. Но такой сумки, как наша, нет. Вот есть очень симпатичные, веселые. Были 25 евро. Сейчас по 20. Все сумки натуральные. Все хлопковые. Баумволи. Вот такие цены. Много оценок. Вот такие эти веселые. Вообще по 71 евро. 71,96. Мерси, ес. Мамма миа. Так. Есть сеточки. Вот 7 евро. Вот сумочка 36. Но наши нет. Наши нет сумки. Есть вот такие сумочки. По 7,96. Точно такой, как наша, к сожалению, сумки нет. Ну что ж, ребята. Точно такой сумки вы видели нет. Цены на них разные. Очень. Не думаю, что наша стоит 71 евро. Как там были эти сумки. И 20 тоже я боюсь ей дать. Поэтому какие там были еще? 7,8. Да, 8 евро даем сумочке. Сумочка нам пригодится для концертов. То, что надо. Супер. Супер, да. Сумочки мы тоже рады. Да. И, ребята, у нас происходит смена распаковщиков. Приехал наш папа. Он будет продолжать с девочками распаковывать. А я буду снимать. Так как на стойке не очень это хорошо получается. Друзья, всем привет. Я думаю, что у вас все хорошо. Я подключился к процессу. Попросили. Уговорили. Заставили. Практически тоже хочется. Но ничего страшного. Подглядывать не надо, папа. Девочки, а ну рассказываем, что у нас здесь происходит. Папа, я считаю, что самое крутое. Осторожно. Баночка для меда. Для меда. Горшочек для меда. Можно попробовать. Очень сильно лепетит. Да, мама уже положила. Ой, или на дереве. Все окей. Смотри, какая ложечка специальная. Классная, да? Да. Класс. Как красиво. Окей. Показывайте дальше, девочки, папе. Быстренько. И движемся дальше. Это что, статил, да? Нет, это корбик. Антируч это, да. Антируч маты, да. Чтоб оно как-то... Пригодится нам? Да, конечно. Вот тут написано, что оно даже до багажника подходит. Ну, по-моему, да, в черное тоже должно было быть где-то. Да? Ну, папа, слишком маленький. Очень классно, да. А что, что, две досточки, две такие досточки. Вот, досточки мне нравятся. Вау, такие черные матовые веки. Ну, они не дерево. Ну, там, наверное, качественный пластик очень, мне кажется. Главное, чтобы не царался. Так, это от этого ножа не остался. Сейчас попробуем, кстати. Если от ножа ничего не останется, тогда... Вот такая сумочка. Сумочка. Это для кого? Для Нелли. Для Нелли. Для концерта. Опа, красота. Потому что Нелли, да, таскает в сумке. И вот так. Ваши вещи. Нет, вот так вот. Так, хорошо, папа, вот такая гофточка у нас. У нас еще, да. Детская? Ну, она не детская, но она как раз подошла, Соня. Да? Все. Продолжаем. Чья очередь? Все, продолжаем. Чья очередь. Рассказываем, Соня, молодец. Давай, начинай. Ну, давай, пожалуйста, займите. Вот это. Все. Опа. Кубик Рубик. Кубик Рубик. Точно? Ну, покажи. Да. Это кубик Рубик. Да, кубик Рубик. Шикарная вещь. Тридцать лет или тридцать пять лет назад. Оно было очень дефицитная вещь. Это я знаю. Все, кто прожили вот это время, они все знают. В то время оно стоило, по-моему, пять рублей. И то никто не мог доставать. Просто у кого были... Дефицитный товар был, да? Такие знакомые, которые работали в игрушечном отделе. ЦУМ, ГУМ. Как раз у нас у папы мама, бабушка девочек работала. Да, мама работала там, заведовала вот этим отделом. У меня все игрушки были. Это очень круто. Но вот этот Рубик-кубик, это самый первый Рубик-кубик, по-моему, появился вот в 80-е, конец 80-х, наверное. Середине 80-х или что. Ну, давайте цену посмотрим. Дико дефицитная вещь была. Я не думаю, что мы найдем точную цену. Да. Оно без опознавательных знаков. Но, тем не менее, сейчас посмотрим. Да. Кубиков Рубиков у нас полный интернет. Вот нормальная цена. 2,70. Правда, тут пересылка. Еще 5,98. Но я думаю, что Тедди, Акцион. Примерно так и есть такая цена. Нашли вот цену 2,70. Вот оно стоит. Но мы дадим 2,50. Да, решили 2,50. Легче считать, чтобы было. Да, покупаем. Когда буду продавать. Зафулик, отвлекитесь от кубика Рубика. Это этот. Чей учитель? Чей учитель? Марина. Марина, давай. Не создать умери. Это ушки зэки. Ого, Марусь. Что там? Супер раум организатор. Да? Организер. Ага. Это органайзер для багажника в машину. Хорошая вещь. Открывай. Это причем тоже антиручек. Тоже? По багажнику никто не поднялся сюда сюда. То есть тоже против скольжения, да? Да. Это классная вещь. Подожди, дочь. Упаковку. Подожди, подожди. Смотри. Да, я картинку сейчас сфотографирую. Может быть, вот так это... А, видишь? Подожди, башни, подожди. Вот это здесь, эта липучка прямо на коврике багажника вот цепляется. Ага. О, классная, да? И качество хорошее. Вот как коробочка открывается. Это фэт материал, да. Это очень хорошо. Да, багажник от Эпиф тоже. И все, где складывается всякие хорошие вещи, так, не знаю. Да, отлично. Мне тоже нравится, да? Много чего. Фантазии у нас у всех много. Да даже воду поставить. Воду, я хотел сказать. Даже воду. Водку, стаканы, закусон, и берешь вот так ручечкой и пошел на пикник. Ну, на зиму можно положить всех помощников очищать стекла. Мужчинам уже понятно сделали намек, как это вот им будет пользоваться. Женщине тоже будут думать, каким там это будет. Организовать. Организовать. Окей, давайте цену посмотрим. Просто шикарная вещь. Георгер скупил когда-то. Не знаю. Он 15-20 евро отдал тогда. Давайте цену сейчас я посмотрю. Да. Цены смотрите. Нашла я очень похожий органайзер. Я бы сказала, даже точно такой, как наш. Но фирма другая. Тоже мягкий фетр для багажника машины органайзер. Стоит 12,99. 13 евро. Но стоил 22,07. Минус 42% скидка. Все, друзья, нашли мне цену. Оно стоит 13 евро. Но это уцененная прайзма, уцененная цена. Уцененная цена, да. Оно где-то 20 с чем-то евро стоило. У меня товарищ в прошлом году, по-моему, купил еще тоже. Там 25 евро или сколько? 20-25 евро отдал. Хорошо, ну 13-13. 13 евро, Маруся записала. Да, Маруся. Все, молодец. Соса, будешь рубик-кубик играть? Кубик-рубик играть? Дети мне говорят... Рубик-кубик, кубик-рубик. Ничего. Мы друг друга можем... Что это? Шесть. Шесть. Что? А ну, покажите, а? Это какие-то тубы сольными. Шесть эти... Солянки. Солянки и перечницы. Но там что-то не хватает, ребята. А ну, открывайте. Зекс, зальц и пефердинсы. Там, наверное, всего три штуки, мне кажется. Ну, открыто. Вот первый. Четыре. Четыре. Четыре, но новые, да? Ну, смотрите. С зексами невидимы. Покажите, Сонечка. Да, да, новая, видишь? Она. Такие маленькие, такие маленькие. Такие вот перегородочки есть. А, кстати, перегородочки тоже вот эти. Видишь, они, чтобы не поцарапаться. Вот. Такие маленькие, такие красивенькие. Так. Розовенькая какая еще? Розовенькая. Салатовый. Это чуть-чуть серый. А, салатовый вот этот. Вот салатовый. Хорошо, четыре, да, у нас четыре. Ну, давайте попробуем цену найти. А, с керамик. Из эксфааден. Силиконом этот. Ну, сзади силиконом. Закрывается силиконовой крошечкой. Да, закрывается, да. Опа, и очень удобно снимать и закрывать. Угу. Видела? Окей. Классно. А все там дырочки три, да? Везде по три одинаковые. А три дырочки? Да. Ну, чем-то кто-то, наверное... Да, кто-то две выточил. Скорее всего, может, и это от удара поломался. Керамический пивики. Может, да. И оставили. Ну, окей, давайте попробуем найти. Да. Нашла я на сайте какой-то дискоунт-клуб. Почему-то стоит нетто. Тоже, наверное, продается в нетто. Написано, что новый товар, и он в пути. Так. Цена всего 5,99. Друзья, мы нашли цену. Оно стоит вот шесть штук, шесть евро. У нас четыре. Итого получается четыре, что нам не дали комплект. Тогда мы за три посчитаем. Еще рубль скидываем. Нет, давайте четыре. Давай тогда. Ладно, давайте четыре. Папа расстроился. Четыре-четыре. Надулили же нас. Сейчас нам надо было все наказывать. Мария. Мария. Так, Мария, что со дна тянет? Это что? Не знаю. Это какая-то кожаная штука, да? Оно. Оно. Так, ребята, смотрите, цена. Нет, 329. А это что? Это не клейкая лента, а ну проверь. Там. Не. Не, наверное, наклеенную. Это кожа-заменитель какой-то. Искусственная кожа. Вообще ничего не написано. Ну искусственная кожа, да. Давайте посмотрим в интернете, может что-то найдем. Ну, наверное, для бастеля, ну, бастеля быть или что. Для людей, кто занимается рукоделием. Так, никакой информации в интернете я не нашла. Да, я отсюда возьму, а ты оттуда. Есть похожие рулончики. Ну, просто написано, что искусственная кожа. Сколько? Маленький кусочек такой. Действительно, кому-то для... Маленький, как это метр с чем-то. У нас 100 метр 60, по-моему. Да, вот. Подожди, мне держи, я быстро посмотрю. А, метр 50 точно. Это раз? Да. Нет, для меня 2 метра. Нет, Марутика. Ну, хорошо, неважно, ребята. Это для таких рукоделия, потому что ничего с этим не пошьешь. И не сделаешь. Соня у нас очень любит, да. Мария, записывай 3 евро, округлим. А то папа хотел как раз солянки округлить. Ну, выйдем то на то. Да. Тяните. Аккуратно. Сонечка. Очередь. Дай мне пока что-то. Вау. Давай, ну, откройте. У-у. Слушай, это что, пиво? Опа. Что это? Это для тоже... А, ну? Это вот такой корт, но для пива пивного этого. Ящика, да? Ящика, да. Ага, ну, написано, что это Ецгратис. Сейчас подарок. А, может, это подарок они нам... А, Суедем Кастен Карамальс. На каждый ящик пива дарят в подарок такой бокс. Ну, открывайте, а я посмотрю сейчас. Посмотрю в интернете. Карамальсик, карамальсик. Да? Карамальсик, карамальсик. Карамальсик, карамальсик. Ну, не знаю. Ну, подожди, подожди. Так. Ну, зайдет, да, ящик? О, ну, ящик классный, да. Ну, сто процентов зайдет. Ящик тоже в багажнике. Ящик очень хороший по качеству. Да. О, и ручки, да? Отлично. Ну, это, может, для того, чтобы носить пиво, ребята, легче было. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять. Как бы есть какие-то навыки с пивным ящиком. Практика позволяет. Посчитали, посмотрел на глаз. Все хорошо. Ручки не порвутся, если туда ящик пива поставить? Не, ну, не думаю. Крепкая? На самом деле удобно. Это с двумя людьми. А, вдвоем. Один отчего. Да, вдвоем. Окей. И все шикарно. Хорошо, давайте я посмотрю сейчас в интернете. Купо даже можно ящик купить, сюда поставить. Здесь лето, но если не тяжело в этом магазине, ящик уже не вытаскивать. Сразу вот раз-раз-раз в бутылки положил и пошел. А, да. Типа. Чтоб не носить ящик, да? Ну, да. Ну, окей. Хорошо, давайте я посмотрю сейчас. Странная вещь. Это для водки, для закуски, для стаканов, это для пива. Серьезно вот. Хорошо. Пикник намечается. Смотрим. Вот, ребята, такой же ящичек, как наш. Переходим. И попадаем на рекламный сайт. Сайт рекламной компании, которая помогает другим компаниям рекламировать их товары. То есть, изготовляет рекламные товары, которые будут продвигать вашу компанию. Вот здесь есть наш ящичек. Понятно, что он дарился, давался в подарок. При покупке, скорее всего, ящика пива получал такой ящичек в багажник. Друзья, все, нашли, цену не нашли, просто это какая-то рекламная акция. Там и прочитали, это вот фирма, шут, готовят вот для магазинов разные вот сумочки. Все это, и по идее, вот для вот этой фирмы они делают вот это караманс. В общем, удобная штука, подарок вообще хорошо. Если подарок вообще, смотрите по магазинам, когда ходите. Но мы в пролете, мы ничего не записываем. У нас убыток, нет, у нас не убыток, да. Но просто мы не можем это засчитать. Мария уже тут резвенько что-то вытащила. Три рамки. Три рамки. Три рамки. А, ну. Это на кухню, скорее всего, как какая-то кофейная. Она ровно, полет, ровно. А ну, Сонечка. О, смотрите, в турочке даже кофе. Смотрите, здесь прямо армянский кофе. И у нас экспрессо еще. Латте, капучино, экспрессо. Везде написано несколько названий кофе. Просто, да. А, кофе латте. Кофе латте. Армяне все поймут, если я это так говорю. Это у нас очень серьезное слово сейчас. Кофе латте. Латте? Да, это прикол. Такое все, армяне все поймут. Если кто-то знает этот. Это один блогер так говорит. Ладно. Хорошо. Будем рекламировать этого нашего. Я вам скажу один момент. Картины очень симпатичные, но я хочу делать кухню в бело-серых тонах. Эти коричневые, они сильно темные. Но, тем не менее, они четко в стиль нашей террасы. Нет? Да. Да. Что скажете? Мне очень нравится. Хорошие картинки, симпатичные, насыщенные. Тем более, у нас тут много любителей кофе есть в виде мамы. Папа редко, но метко. Да, мама пьет очень много. Хорошо. Давайте я сейчас поищу, попробую найти цену. Давайте. Для кухни тоже. Точно такого же набора картин нет. Но есть на сайте e-backline-anzeige два объявления. Картины очень похожи. Здесь одна даже точно такая же, как наша. Зайдем посмотрим. Вот эти картинки. Цена 8 евро и пересылка 7. Если покупать отдельно, за каждую картинку хотят 5 евро. В этом объявлении немножко другие размеры картин. Одна картина у нас 90 на 90 сантиметров и две поменьше 27,5 на 27,5. Наши картинки 35 на 35. Но, тем не менее, это, наверное, одна и та же фирма. Одно и то же производство. Здесь хотят 20 евро за эти картинки. Все, друзья, мы нашли цену, как бы... Продается с рук. В e-backline-anzeige продается там по 5 евро, как бы бэу. У нас совершенно новые, они вообще не покоцаны и ничего в это как-то нельзя. Не вешались, видно, сзади, что они не крепились. И очень красиво вот смотрятся. Кстати, вот эти тюрочек у нас есть. Соня, тащи. О, соня. Да, соня. А в середине, а в средине, а в средине там, да, ладно. Соня. Да, у нас 3. И у нас 4, по-моему, было, но 3 осталось, да. Я не знаю, наверное, да. Не помню. Хорошо, окей, я считаю, даем по 5 евро спокойно, да, 15 евро. Пишем картины 15 евро. Кто тянет, девчонки? Картины повесим у нас на террасе возле барной стойки. Когда кофе попьем, посмотрим на эти картины, потом вам скажем, как вкусно, невкусно. Ого, ого. Что это? Здесь есть несколько штук. Это колготки. Колготки. Да? Еще есть, да. Ой, колготкам мы рады. Не, ребята, это гольфики. 70 ден, размер 35-38. Ну, это точно не на маму. У мамы на 5 размеров больше нога. Тогда девочка. Да. У девочек уже 35-36. Разные цвета? Ну, один черный и три телесных. Это чуть-чуть потемнее, да? Да. Разный телесный оттенок, да? Разные цвета, да. Так, давайте я поищу цену. Соня, вы откройте, посмотрим. Мы все равно будем пользоваться. Открывайте, посмотрим на качество. Как раз для детей. Для детей, да. Вот точно такие же гольфики. Guten günstig. Цена 2,99. 3 евро. Так, девчонки уже примерили гольфики на руке. Хорошие. Ну, крепкие, да? А ну, это под растяни. Что там видно? Под растяни, как в этом фильме, да? Посмотреть это самое. Не, ну, неплохие, да. Крепкие вольфики, а? Колготки тоже в Советском Союзе появились. После 60-х, когда? После 60-х, 70-х годов. Там это вообще была редкая вещь. Ну, ладно, мы сейчас не в 60-х. То есть, там эта взятка была лучше, чем деньги. Так, ну, одна пачка 3 евро стоит. Даем по 3 евро? 3 евро. Они немножко под испорченные упаковки или нет? Они не испорченные, просто немножко заношенные. Да, наверное, задавили так. Просто, да, или утрамбовали, коробочка маленькая. Может, здесь такая в коробке утрамбовали. Окей. 4 умножить на 3. Главное, чтобы внутри хорошо. 12 евро. Записываем 12 евро. Я так понимаю, что там пусто или нет? Ребята, а? Точно? Да. У нас коробочка что, растягивается? У нас еще приездит еще. Да, доставай. Доставай. Вот у нас стельки есть еще. А, стельки. С стельки еще. Причем это самое winter этот. Зимние стельки, да. Зимние, очень четкие, хорошие. Лам. Это овчина. Овечья шерсть. Да, я вижу. Открывайте, посмотрим. Сейчас и цену посмотрим. Давайте. 8,39. Размер детям. Ну, нам как раз хорошо, что детям. Снова ибайкляйненцайге. Просят за них 5 евро. Возможно, пересылка. Тоже с рук. Так, ну что? Продаются тоже с рук. И 5 евро, думаю, хорошая цена для них. Даже это не много. 5 евро. Ну, ставим тоже 5 евро. Мария, пиши. А в чинниме там снизу вот этот... Прорезинено? Очень хорошо. Терманы потрогать. Ну, теплая должна быть. О, они хорошие, да. Очень теплая. Хорошие, отличные стельки. Сейчас на зиму. Что-то там еще. Какая-то формочка. Мне кажется, это что-то украл. Газы, да? А, зайчик. Это форма для печенья. Ну, открывай, Соня. Наверное, на Новый год. Чтобы им могли петь что-то, да? У нас есть новогодние. Это на Пасху, зайчик. Ой, оп. Оп, к маме прилетел. Ничего, мама поднимет сейчас. Прошу вас. Так, ну, ребята, зайчика мы не будем смотреть цену. Извините. Один евро ставим. Девочкам вам не подалось. Да, Боже? Записываем один евро. Да, я не знаю, что Соня и Мария будут открывать нам этот ящик и положили туда. Ну, да, сейчас попробуем еще раз вот эти досточки. Просто интересно, что оно там будет сарапаться или нет. Насколько качественный материал. Решили порезать кусочек колбаски. Если... Три кусочка колбаски. Прям три? Ну, ладно, два хватит. Ножом пройди, посмотреть. Да, нет, царапается. Царапается. Ну, ничего страшного. Ну, можно ставить вторую досточку, как плату просто на нее выкладывать. То есть на стол ставить, да? Да, может быть, нам надо было и так и делать, знаешь. Ну, может, наверное. А опять горячее, может, под горячее. Нет, я имею в виду не как горячую подставку, а как сервировочную. Колбаски так выложить. Здесь уголком колбаски, сырочек, орешки. Симпатично будет. Тогда так, да. Лучше резать не будем тогда. Она очень быстро придет все в негодность. Да. Вот это. Да, не годится. Для резки нет. Это самое сразу. Знал бы, так не сделала. Ну, ничего страшного. Окей, Мария наша уже считает. О, Соня, вы уже едите колбасу? Ну, а что? Соня у нас девочка-колбаска. Сухая и твердая, только в таком виде. Что у нас получилось, Мария? У нас получилось 135 евро, минус ту сумму, которую мама заплатила за посылку. 40. 40 евро, получилось 95 евро. 95 евро. Не так много, но и вещей немного. Да. Не такой большой навар, но вещи нам все понравились. Очень. Этот глэчик для меда вообще волшебный. Да, я вам волшебный. Просто мёж. Картины тоже пригодятся. На самом деле симпатичные. Ложка намного красивее, чем это. Ложка, да, ложка очень классная. Там мёдная, тут пчела нарисована. Так, что у нас ещё? Коврик. Скорее всего, багажник у нас в доме ковров нет. Да. Ящик для ящика пива. Да. Очень удобный. Органайзер в машину, тоже багажник. Такие две досточки красивые, которые мы будем использовать как сервировочные доски. Сумочка. Не знаю, думаю, тоже пригодится. Кофточка. Что осталось, ребята? Ага, стельки. Солянки, перечницы, колодки. А, вот ещё этот искусственная кожа. А, вот. Ну, на самом деле неплохо. Не каждый раз по сто с чем-то евро иметь. Ну, мы довольны? Да. А, кубик-рубик. Стоп, а где кубик-рубик? Так, кубик-рубик куда-то ушёл поиграть. Кубик-рубик, да. Ну, ничего страшного. Положили куда-то. Что ж, большое спасибо всем за просмотры. Спасибо большое за просмотр. Будьте счастливы, живите хорошо, чтобы было всё вам у вас удачно. Выходные удачно, чтобы были. Всего хорошего. Всем здоровья. Благополучия. Мирного неба. И всем пока-пока. Будьте здоровья.